Владыка Баграт, хочу у вас узнать, что там произошло. Мы пытались посетить село после утренних зверств, и они опять врут, что ничего не делали. Они врут. Они до конца врут вместе со своим руководителем. Я прямо сейчас говорю. Руководитель правительства Армении — лжец. Все окружающие его люди — лжецы, министры и прочее. Я хорошо их знаю. Ваяхазарян. Вы — лжец. И эти люди вместе с руководителями своих управлений, заместителем начальника полиции, не знаю еще с чем, напали утром. В прямом смысле слова — напали. Здесь находятся сотни черных берет. Не знаю, кого и от кого они защищают. Они напали с применением силы, напали на народ, на детей, на взрослых, на маленьких, на бабушку Лену. Вот Гуарик, наверное, там была. Она расскажет. На всех. Я хотел посетить их. Просто посетить и увидеть их. Они настолько трусливые, что боятся даже одного человека. Привели огромное войско. Посмотрите, сколько там сотен человек. Они боятся одного человека. Я говорю, что я глава епархии. Я иду, чтобы навестить мой народ. Чтобы посмотреть, какая там ситуация. Вы напали и устроили там разбой. Пойду навещу, узнаю про их стресс, тревогу и прочее. В конце концов, и днем, и ночью мы были вместе. Эти люди будут же спрашивать, а куда делись эти люди в такой час. Не разрешили. Я мирно стоял там. Сельчане решили сами приехать встретиться. Они и этого не разрешили. То есть, что тут происходит? Из машины вышел этот человек. Заместитель начальника полиции по фамилии Акупиан. Мы мирно сидели и стояли. Он напал на нас и кричит. Вы провоцируете. А что мы провоцируем, мы так и не поняли. Настолько эти люди трусливые. Трусливые. Перед теми турками они стоят на коленях. А перед нами строят из себя львов. Их руководитель вместе с ними. Что еще сказать? Над ними издеваются и все, что угодно делают с ними. В другой стране они ни слова не говорят. А они приходят и притесняют, запрещают нам. Мы стали пленами в собственной стране. Это неприемлемо. Три раза мы договорились о трех разных вещах. Я попросил поехать в село. Я захотел поехать туда. Мне сказали на 10 минут. Я спросил, если будет на 12 минут, это будет проблемой? Поговорили, договорились и спустились. Не разрешили. Тогда гарник Данейлян, наш депутат, уже поехал туда. Они поставили условие. Если пойдешь туда, приведешь его обратно сюда. Я сказал, что да. Поеду, увижусь с народом, а гарника вернусь сюда. Это тоже не разрешили. Они выдвигают условия, после чего запрещают. В последний раз я даже сказал, пусть гарник выйдет, я поеду. Не дошли до этого. Человек вышел из машины, пришел, начал орать. Не знаю, почему он орет. Я не знаю, что я могу сделать на дороге, что он вышел и орет на нас. Посмотрите, сколько там полицейских. Посмотрите на тех в черных беретах. Посмотрите туда. Позор. Чтоб нам провалиться под землю. Мы так опозорились. Такое бывает. И что они сказали утром? Я хочу, чтобы вы это зафиксировали. Что они сказали утром? Съели, сказали они. Вы вышли против нас. Теперь съели черные береты. Вот это отношение институтов государства к собственному народу. Это показатель во всех смыслах. Выполнять волю своих хозяев и нападать на собственный народ. На тот народ, который проголосовал за них. Отдал им свой голос. Который дает им хлеб, воду и содержит их. На тот же самый народ. Вот столько. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.